Привет всем! Мы продолжаем готовить уличную еду с разных стран мира. Сегодня мы приготовим лепешку парадха с сыром и овощами, которая продается на улицах Индии. Начнем с муки. Просеиваем 2 стакана муки через сито. Не забудь подписаться на канале много вкусных рецептов, жми колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Добавляем немножко соли, столовую ложку оливкового масла и все это хорошо перемешиваем. Добавляем понемножку теплой воды и перемешиваем. Тесто вымешиваем 5-7 минут до мягкого состояния, чтобы оно не прилипало к рукам. Данную лепешку не только продают на улицах, но и часто любят готовить на завтрак. Тесто смазываем со всех сторон подсолнечным маслом и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. Займемся начинкой. Натираем морковь, чеснок и имбирь. Нарезаем мелко лук. Очищаем перец и тоже нарезаем. В это время разогреваем сковороду, добавляем подсолнечное масло и обжариваем лук. Далее добавляем чеснок с имбирем и перец. Далее идет морковь. Все это хорошенько перемешиваем и обжариваем 2-3 минуты. В Индии используется сыр панир, максимально прелебреженный, это адыгейский. Натираем его. К овощам добавляем пол чайной ложки зиры, пол чайной ложки гарам масалы, пол чайной ложки куркумы, пол чайной ложки паприки. Пол чайной ложки кориандра. Все это немножко солим. Перемешиваем и обжариваем еще минуту. Далее добавляем натертый сыр. Все это перемешиваем и обжариваем еще 1-2 минуты. Поливаем немножко соком лимона и обжариваем еще полминуты. Тесто еще раз немного вымешиваем. Насыпаем муку на стол, выкладываем тесто и разделяем на равные 3 части. Раскатываем скалкой тесто. В середину выкладываем начинку. И скрепляем тесто друг на друга. Личное тесто, которое появилось у нас по краям, отрезаем. Чтобы лепешка лучше пропеклась и была тоньше, с помощью скалки его раскатываем аккуратно. Жарится лепешка данным образом. Вначале мы кладем лепешку на разогретую скалку без масла. Затем переворачиваем и смазываем маслом эту сторону. Потом мы ее переворачиваем, смазываем вторую часть тоже маслом и обжариваем с двух сторон. Давайте попробуем, что у нас получилось. Как только я разорвал лепешку, я сразу почувствовал аромат индийской кухни. Специи между собой прекрасно гармонируют и очень ароматно пахнут. Давайте ее попробуем. Вкус сыра теряется на фоне специй. Мне кажется, даже такая лепешка была вкусная и без сыра. Вкус получился интересный. Всем советую попробовать. Поддержи нас лайком, пиши в комментариях, как вам такая лепешка. Всем пока.